МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого городского служба новостей город в студии Виолетта Гришина. Я и мои коллеги расскажем вам о событиях понедельника 6 февраля. Смотрите в ближайшие минуты. Если уже видим, что конгрены, то мы отправляем. Война с холодом продолжается. В области работают пункты обогрева для лиц без определенного места жительства. Смотрите, что это сегодня? Приват с учителем. Пятиклассники начали изучать английский через интернет. С этого манюнка вы являетесь мужем и женой. Вы можете поцеловать. Утонуть за измену. У калининградцы проверили силу своей любви на Кипре. Теперь подробнее. Для лиц без определенного места жительства работают так называемые дома для обогрева. Они расположены по всей области. Здесь предложат помыться, продезинфицируют и накормят. Сегодня из-за аномального холода мест таких учреждений не хватает. Как справляются работники ночлежек, узнала наша съемочная группа. Это учреждение рассчитано на 85 человек. Но калининградская погода показала, этого недостаточно. В надежде на теплую постель сюда каждый вечер приходят лица без определенного места жительства. Когда не хватает коек, матрасы расстилают на полу. Постояльцы не в обиде. Главное быть в тепле. С морожением поступает, мы обрабатываем их. Если есть возможность, мы накладываем сами порядки. Если уже видим, что гангрены, то мы отправляем. Или инфицированы, мы их отправляем в больницу. Здесь независимо от температуры за окном, каждому положен паек. Вермишель и пюре быстрого приготовления. Людям без определенного места жительства помогают с документами, лечат и устраивают на работу. Работают грузчиками, дворниками и разнорабочими. А некоторые пока ждут решения комиссии по инвалидности, живут бесплатно. Здесь хорошо, чем на улице, по подвалам или по лестницам, где тебя могут убить или избить. Как ни странно, за помощью в такие центры обращаются меньше половины бездомных. Сотрудники уверены, как только холода спадут, постояльцев станет на порядок меньше. Большинство вернутся к привычной для них жизнью, станут попрошайничать. К слову, за сутки в доме ночного пребывания работающий бомж должен будет заплатить около 40 рублей. Ольга Шмырина, Полина Чиванова, Виктор Буздин, Служба новостей город. В ботаническом саду распустились азалии, столетники и целая группа кактусов. И все это, несмотря на то, что 20-ти градусный мороз на улице и оранжерея советской постройки совершенно не держат тепло. На чудеса природы взглянула наш корреспондент Татьяна Ожегова. Вот у нас откроется скоро другой бутончик. Бутоны алоэ, королевской стрелицы и азалии расцвели в оранжереи ботанического сада. На улице 20-ти градусный мороз, а хрупкие растения не только цветут, но и дают плоды. Кактус со сложным названием – мамилярия – уже неделю радует сотрудников красными ягодами. Мы поддерживаем всегда в оранжерее тепло, и чтобы градусов 15-20 хотя бы было обязательно, потому что холодно растениям, они начинают страдать от этого и, естественно, чахнуть и болеть. Эту теплицу площадью 800 квадратных метров построили еще немецкие архитекторы. Все сделано из стекла. Холодный воздух через щели проникает к тропическим растениям. Вековые железные конструкции проржавели настолько, что уже начали деформироваться. При небольшом порыве ветра стекла из окон оранжереи начинают вылетать. Конструкция оранжерея не для нашего климата. И при температуре минус 20 градусов фактически мы топим улицу, потому что одно стекло тепло не греет. Вот приходится топить печки, буржуйки. Кстати, очень удобные и хорошие печки. Посмотрите, со всеми современными новшествами для нас это самая удобная печка. Старые котлы, печки, буржуйки и закрытые двери находятся в ведомстве Виктора Евстигнеева. Каждый час кочегар ботанического сада подбрасывает уголь в топку. Ежедневно в оранжереи работают четыре кочегара. Они круглые сутки следят за тем, чтобы температура не упала. Тонны две, наверное, если не больше. Правда, что ли? Конечно. В сутки, да. Вот за сутки. Чтобы было тепло. Ботанический сад находится в ведомстве Калининградского университета. В этом году им были выделены деньги на реконструкцию пальмовой оранжереи. По словам сотрудников, пока проект существует только на бумаге. Но в университете пообещали, что зиму 2013 года все теплолюбивые встретят в новой теплице. Татьяна Ожегова, Дмитрий Суворов, служба новостей город. Николая Цуканова научили готовить колбасу. Да не простую, а сырокопченую. В ходе рабочей поездки в Правдинский район губернатор посетил местную школу, больницу и колбасное производство. Ингредиенты глава региона лично попробовал на вкус и запах. О том, какими еще достижениями и проблемами может похвастаться этот район нашей области, узнаем в следующем сюжете. Знать, где делают такую колбасу, должны во всей России. Об этом губернатор позаботился лично. В Правдинске Николаю Цуканову показали, как готовят колбасные изделия от фарша до упаковки. Глава региона даже попробовал на вкус некоторые составляющие. На этом проверки не закончились. Пенсионерка из Новостроева Тамара Коровина никак не ожидала, что губернатор приедет к ней с визитом. Но по-другому никак. В сентябре на личном приеме она попросила отремонтировать крышу, поврежденную снегопадом. Через полгода глава региона приехал проверить качество ремонта. Настолько довольна работой я, что вот это вот они за неделю сделали такой объем. Следующий ремонт оказался более глобальным. В поселке Железнодорожный местные жители с прошлого лета живут без больницы. В декабре подрядчик неожиданно прекратил работы, хотя сделано было больше половины. Теперь медики думают, как заканчивать ремонт. А жителям поселка приходится обращаться за помощью в больницы Багратионовская и Калининграда. Губернатора не устроило и то, что уже сделано. Надо же деньги за это не платить, перепроектировать и переделать. В лучшем случае эта больница заработает весной. Контракт со старым подрядчиком в стадии расторжения. В одной из бесед Николай Цуканов отметил, что у Правдинского района большой потенциал. Поэтому местные власти должны как можно быстрее разработать программы для его развития. Наталья Сидорчук, Ксения Левенец, служба новостей город. В понедельник пятиклассники Храбровской школы изучали английский язык с помощью онлайн-трансляции. В это время учитель находился в 20 километрах от класса. Правда, занятие шло на 10 минут меньше. В 30 минут школьники разгадывали кроссворды, выступали вроде переводчика и даже смотрели мультфильмы. Какие проблемы способны решить дистанционные занятия и в чем основная сложность их организации, узнала наш корреспондент Татьяна Ожегова. Ксения Левенец, служба новостей Екатерина Александровна никогда не видела своих учеников, да и вкладывать знания в головы школьников на расстоянии 20 километров, подобно экстрасенсу, ей тоже не доводилось. Екатерина – одна из лучших учителей английского языка в области. Сегодня она первая в регионе проводит онлайн-урок с учениками пятых классов. Такие уроки на расстоянии, говорит директор поселковой школы, решают одну из очень важных проблем. У нас долгое время в школе была проблема с учителем английского языка. Мы не могли найти на работу учителя, потому что мы находимся в сельской местности и учителю не очень удобно добираться к нам. И поэтому одной из форм мы решили, это, конечно, дистанционное обучение. Когда мы можем все-таки подтянуть детей и проводить уроки именно по английскому языку. Лучшие педагоги для лучших учеников. Диана Джураева – отличница. В школе ее называют не иначе, как «одаренный ребенок». Специально для таких, как Диана, и придумали дистанционные занятия. Девочка первой вышла на контакт с новым педагогом и быстро поняла задание. Она хорошо преподает, добрая. Нам будут задавать вопросы, и мы будем отвечать на английском, а потом переводить. Мне кажется, будет очень интересно, потому что это через скайп, и первый раз это… Чтобы первый раз не оказался последним, в классе сегодня дежурят сразу три педагога. Учитель английского языка на случай, если ребята не расслышат задание. Классный руководитель для моральной поддержки. И учитель информатики. Он следит за исправностью техники. К ней у педагогов больше всего вопросов. Арсений Лютов растерялся перед многочисленными камерами и не смог справиться со сложной техникой. Минусы – это, естественно, связь, естественный интернет, сигнал может не идти, накладки со звуком. Плюсы, естественно, это заинтересованность учеников, это возможность учеников общаться с другими школами и присутствовать на уроке с другими пятиклассниками другой школы и узнать очень много нового. Также приобщиться к интернету, к информационным технологиям. Несмотря на все огрехи техники, никто из учителей не спорит, что за таким интернет-обучением – будущее. Транслировать опыт в сельские школы сейчас скорее необходимость, чем модное ноу-хау. Школьники из глубинки должны иметь такие же шансы при поступлении в вузы, как и городские учащиеся. А это значит, что по возможности готовить к ЕГЭ и к вузовским олимпиадам должны лучшие педагоги области. Они по понятным причинам переезжать в глубинку не собираются, зато всегда могут выйти на связь через интернет. Урок английского языка в режиме онлайн – не последний интернет-эксперимент в Храбровской школе. По словам учителей, ребят интересуют и точные науки, например, физика. Специально для них и для других учеников сельских школ в ВФУ Минниканта сегодня разрабатываются новые программы по новым интернет-урокам. Татьяна Ожегова, Дмитрий Суворов, Служба новостей «Город». Сейчас мы перервемся на короткую рекламу, после которой вы увидите. Ты нам нужен! Ты нам нужен! Как помочь калининградцам с ограниченными возможностями в городе начался благотворительный марафон? С этого момента вы являетесь мужем и женой. Вы можете поцеловать место. Утонуть за измену! Калининградцы проверили силу своей любви на Кипре. Я помирился со своей женой, жизнь налаживается. Самое приятное, когда понедельник, выходной, а все на работе. Калининградцы поделились с городом своими хорошими новостями. Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. Ты нам нужен! Этот благотворительный марафон проводится в Калининграде уже третий раз подряд. За два года с его помощью удалось собрать 3,5 миллиона рублей и помочь десяткам детей с ограниченными возможностями. В понедельник в Доме искусств прошла церемония открытия третьего благотворительного марафона. Подробности далее. Каждая проданная вещь на этой ярмарке может дать нуждающемуся ребенку шанс на выздоровление. Все изделия сделаны вручную воспитанниками детских кружков. Идея создать такой марафон тоже принадлежит детям. Три года назад городской школьный парламент обратился с инициативой в администрацию. Там ее безоговорочно поддержали. Нынешние взрослые считают, что приучать детей к помощи необходимо с раннего возраста. Тогда, в будущем, они будут быстрее откликаться на чужие беды. Помочь всем, конечно, не получится. Средства от марафона компенсируют только часть расходов на необходимые лекарства или реабилитацию. Сейчас социальные службы составляют списки тех, кому помогут в этом году. Есть уже обращение граждан по поводу выделения средств на проведение необходимых мероприятий. Мы, опять же, анализируем ситуацию с нашими больницами, с детской больницей, для того, чтобы посмотреть, кто в чем нуждается, кому можно оказать помощь за счет средств марафона, а кому можно решить тельные вопросы в рамках проведения плановых каких-либо мероприятий. Марафон продлится до 10 марта. Чуть больше месяца в городе будут проводиться благотворительные концерты, ярмарки, спортивные состязания и конкурсы. Помочь сможет каждый калининградец. На сайте администрации указан счет для перевода денежных средств. А в торговых центрах разместят копилки марафона. Наталья Сидорчук, Кирилл Макаров, Служба новостей город. Началась предвыборная агитация кандидатов в президенты. И назван адрес сайта, на котором будет транслироваться ход выборов прямо с участков для голосования. Подробности далее. Эфир продолжит рубрика «Короткой строкой». 6 февраля в России открывается сезон предвыборных дебатов. Официально агитация в СМИ началась еще 4 февраля. Но по закону кандидаты могут использовать предоставленный им бесплатный эфир только в будние дни. Поэтому реальное начало приходится на понедельник. Первая предвыборная дискуссия пройдет вечером на одном из федеральных каналов. В правительстве Калининградской области внедряют систему видеоконференций. Теперь чиновники смогут оперативнее решать возникшие проблемы. Также это сократит транспортные расходы, временные затраты и улучшит взаимодействие оперативных служб и ведомств в экстремальных ситуациях. С помощью видеоконференц-связи будут организованы мобильные трансляции, обучающие семинары и инструктажи с представителями районных администраций. Следить за проведением выборов россияне смогут на сайте web-выборы-2012.ru. На этом портале уже зарегистрировалось около 60 тысяч человек. Войти на сайт можно и без регистрации, если у вас есть страница в одной из социальных сетей. Если нет, зарегистрироваться можно будет до 3 марта. Сейчас портал работает в тестовом режиме. Калининградскую область презентуют в 9 странах мира. Лично губернатор будет представлять регион в Китае, Германии и Польше. Члены областного правительства без участия главы области примут участие в презентациях в Литве, Португалии, Германии, Швеции, Италии, Хорватии и Белоруссии. Курс валют на 6 февраля. Доллар США 30 рублей 23 копейки. Евро 39 рублей 51 копейка. Литовский литр 11 рублей 44 копейки. Польские злоты 9 рублей 47 копеек. Свадебная акция от Первого городского канала, посвященная Дню всех влюбленных, продолжается. Наталья и Алексей втайне от своих родных расписались на острове в Средиземном море. Правда, местный священник заставил молодых пройти своеобразные испытания на верность. Подробнее у Полины Степанюк. С этого момента вы являетесь мужем и женой. Вы можете поцеловать место. Этого дня влюбленные ждали долгих 5 лет. За это время место проведения свадьбы менялось несколько раз. Наталья и Алексей были уверены в одном, что сыграют свадьбу не в России. И вот в средине лета 2011 года они рискнули и заказали путевки на Кипр. Свадьба была 21 июля. С утра. В 11 часов. В 11 часов утра у нас была роспись. В 7 утра, как все невесты и женихи мы волновались. Я тоже был готов в 9. Он уже в 9 был готов. Я все время, как всегда, все невесты опаздывают. Возможно, муж собрался быстрее, потому что в этот день он праздновал свой день рождения. Но внимание досталось обоим. Пока молодожены шли из отеля в ЗАГС, местные жители не отходили от них ни на шаг. Каждый норовил сказать пожелание и сфотографироваться с невестой. Как выяснилось позже, это древняя традиция на Кипре. Если вы увидели, то нужно подойти, обязательно что-то пожелать, дотронуться или сфотографироваться. Поначалу, да, Леша? Мы даже не понимали, почему все к нам подходят, трогают. Иностранцы все здороваются, фоткаются. Оказалось, что у них традиция. Это будет такое счастье большое, много денег. На острове Кипр их регистрация прошла в пустом зале и без гостей. Работник ЗАГСа на английском языке благословила их брак. Перед тем, как надеть кольца по законам острова, молодожены должны прочитать клятву любви. Клянусь любить и разделять с тобой с этого дня моменты радости и печали, богатства и бедности, счастья и несчастья. Всю мою жизнь до тех пор, пока смерть не задучит нас. И только если молодые говорили искренне, им разрешат надеть кольца. Глазками переглянулись, ручку поцеловал. Свадьба подтверждается брачным сертификатом международного образца. Это официальный документ, который получают все пары иностранных государств. Таким образом, Наталья и Алексей стали законными мужем и женой. Это свидетельство о браке. Нам его выдали сразу же, как только мы расписали. Здесь указаны наши фамилии, имена, наши свидетели. С свидетелями был человек, который нас расписывал, наш оператор. Сразу же вручается. Это наш законный документ. После официальной церемонии молодожены отправились на прогулку по достопримечательностям острова Крит. Они гуляли вдвоем и заметно устали из-за 30-ти градусной жары. Там просто очень большая влажность. Мы видели, что там даже никто не ходит. До этого мы просматривали по интернету. Там пара были в легких платьях, в шортах, где женились. Да, мы даже когда были, ой, как-то вы слишком одеты. У нас обычно в сарафанах, да. Но даже в таких нарядах они не отказались залезть на гору, на знаменитый мост неверных. По словам пары, это было самое трудное испытание. Если с одной стороны идет муж, другая жена, если кто-то из них друг другу изменял, то он, по идее, должен рухнуть, по традиции. Ему 3000 лет. Да, и будете прийти. Ну, пока все заходили верно, не упал. И мы туда, я вот на каблуках, вот так вот, я говорю, я больше не подошла. Значит, изменяла, если не пойдешь. Закончился свадебный день далеко за полночь. Алексей и Наталья катались на лимузине по всему острову. Даже успели познакомиться с местными жителями, которые и составили им компанию. В итоге единственными гостями свадьбы были незнакомые люди, с которыми молодожены до сих пор общаются. Если история этих молодоженов показалась вам интересной, можете оставить свой голос за пару на сайте Первого городского канала. Ну, а если у вас тоже было необычное бракосочетание, расскажите об этом городу и примите участие в свадебной акции. Пришлите свою свадебную фотографию на электронный адрес канал1собакамail.ru Съемочная группа Первого городского снимет сюжет о вашей истории. Итоги будут подведены 14 февраля. Свадебный клип победителя три дня будет в эфире программы «Фрэш». Все вопросы вы можете задать по телефону редакции 91-94-04. Полина Степанюк, Кирилл Макаров. Служба новостей «Город». О других новостях, произошедших в городе, мы спросили у калининградцев. В конце выпуска традиционный опрос. Я помирился со своей женой, жизнь налаживается, и все идет через дом. То есть семья сейчас опять в целом, все ровно. И с работой нормально, и все идет на улучшение. Мама будет день рождения скоро, бабочки будут, Новый год. Самое приятное, когда понедельник, выходной, а все на работе. Что выпал снег и мороз начался. Сын нашел в конце концов работу по своему, как бы, желанию. Вообще радуюсь хорошему дню, что грипп прошел. Пенсию, говорят, прибавили. У друзей произошел, он случился день рождения, теперь им 15. Он самый старший в группе нашей. На этом все. Если вам есть что рассказать городу, или вы стали очевидцем интересных событий, звоните к нам в редакцию по телефону 91-94-04 или пишите на наш электронный адрес канал 1-собака-мэйл.ру. Ну а я напоминаю, что все новости выпуска дублируются на нашем обновленном сайте 1-градскую.ру. В студии была Виолетта Гришина. Всего доброго, хорошего настроения. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова